Без газа. Из-за нескольких соседей-должников газовики перекрыли вентиль во всем доме. Около 80 квартир в доме номер один по улице Степана Разина остались без голубого топлива. В ситуации разбиралась Анастасия Куклева. Поджигаем, газа нету, ничего. Одной нету, второй нету, третий нету. Три конфорки и все без газа. Голубое топливо в доме, где живет Галина Наумова, отключили еще ранним утром. Говорит, это уже не первое отключение газа в жилом здании. Аналогичная ситуация уже происходила в 2012 году. Тогда жители сидели без газа около недели. В этот раз к отключению были готовы. Чтобы приготовить еду и вскипятить чайник, Галине пришлось достать из кладовки электрическую плитку. Я пошла, купила эту плитку. Вот эта плитка опять спасает. Быстро у меня трехконфорочная, она сразу поставит, что жаришь или варишь. А тут жди, когда что-то закипит. Плохо. Без газа плохо. И потом обидно то, что, как говорится, платишь за него, а пользоваться не можешь. Поглядите, мы платим, все платим. Вот они, вот она квитанция. Все платим. Вот, вот она. Жильцы дома в один голос твердят, что за газовое обслуживание платят исправно. У 80% никакой задолженности нет. Но в газовой компании уверяют, уже полгода ТСЖ им не перечисляют деньги. Сумма долга на сегодняшний день составляет 50 тысяч рублей. Саму процедуру отключения мы начали 15 июня. 15 июня на подъездах были расклеены уведомления о том, что дом будет отключен от газоснабжения 18 числа, начиная с 10 утра. В этот же день уведомление вновь было вручено председателю ЖСК под роспись. То есть о том, что дом будет отключен, он знал. Жильцы беспокоятся, что в их доме из-за внезапной большой нагрузки не выдержат электросеть. Тогда придется перейти на сухой паек. В газовой компании заверяют, подача топлива в дом возобновится только после того, как ТСЖ погасит долг в полном размере. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.